Историю пишут современники. Алтайский писатель Сергей Ужакин презентовал свою новую книгу «Парни как все». В ней два художественных детских рассказа «Парень с улицы мира» и «Самый юный». Прототипы героев – молодые ребята из Алтайского края. Вот одному герою – это Андрей Кеслер из Табунов. Ему 23 года. Когда он свой подвиг совершил, он один, второй, и он получил два ордена мужества. А второй герой – это Илья Каркаевин из села Завьялова. Он получил звание Героя России в 19 лет. На сегодняшний день Илья Каркаевин является самым юным героем России. То есть, малуши просто нет. Над книгой Сергей Ужакин работал около года. Причем нельзя сказать, что в одиночестве сильно помогли родные и близкие ребят. Кто-то из них даже попал на страницы произведений. Допустим, мы нашли видео выпускного вечера в районный дом культуры. Папа с мамой там выходят на сцену со своим ребенком, да, как обычно, приглашают на сцену, сценарий разный. И он выходит с бабушкой. Вот такой, знаете, для него бабушка это было все. Бабушка, конечно, в горе сильном, очень сильном горе. Писатель обращался и к помощи патриотических организаций. Герой рассказа – парень с улицы мира, танкист. Я служил 90-92 год. Полк прикрытия госграницы, он стоял в Казахстане, в танковых батальон, наводчик орудия танка. Ужас войны, есть ужас войны. Даже здесь он ощущается ужас войны. Ну, а в танковых войсках главное – быть вместе. А вот рассказ «Самый юный» напротив не о боевых действиях. Он описывает события из жизни в тылу, где ребят ждут домой. Там история первой любви. Там история самых хрупких, нежных, наверное, взаимоотношлений. И, конечно, когда читаешь, понимаешь, что жизнь, особенно у молодых людей, она такая же прибыльная, хрупкая. А, соответственно, к ней нужно относиться очень бережно. Рассказать о судьбах двух алтайских парней так, чтобы эти истории вошли в память, в сознание и в представление о поведении мужчины и о жизни человека и его судьбе тех детей и взрослых, которые живут и работают сейчас, это, конечно, дорогого стоит. Тираж книги – 400 экземпляров. Все они разойдутся по библиотекам. Автор надеется, что его работа поможет детям снова полюбить чтение и будет воспитывать гражданскую сознательность у подрастающего поколения. Для того, чтобы не читать начали, вот ему наставник должен вложить, что ты подвиг, ты можешь так же, как вот парни, как все. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком.